В эфире телеканала Видное ТВ, новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Вакцинация от коронавирусной инфекции прямо на рабочем месте. Уководством компании, и так как все-таки мы городообразующие предприятия, было принято решение посотрудничать с Витненской больницей. Очередные обманутые дольщики получили долгожданные ключи. Вот наконец-то. Просто сейчас такое счастье, пока его даже еще не осознаем. В Витненском 20 спорта прошел необычный мастер-класс по настольным играм народов мира. Дома не сидеть, а вот сюда вот. Я уже помолодел здесь года назад. Вакцинация от COVID-19 набирает обороты в Ленинском городском округе. Теперь сделать прививку от коронавируса можно не только в клиниках и амбулаториях, но и в мобильных прививочных пунктах. Некоторые организации округа договорились с медиками, чтобы прививать своих сотрудников прямо на предприятии. В начале рабочего дня к одному из административных зданий группы компании «Албис» подъезжает автомобиль с медиками. Здесь же ценный груз – специальный термос с ампулами вакцины от COVID-19. Известно, что она должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. Перед процессом вакцинации на каждого пришедшего заполняются обязательные регистрационные формы, а их, кстати говоря, немало. Прививка от COVID-19 – вещь серьезная. Также врач беседует с пациентом и проверяет его самочувствие по ряду параметров. Сам процесс прививки проходит куда быстрее. Здесь главное заранее побеспокоиться о том, чтобы рукав одежды можно было без труда завернуть. Ведь прививка делается в плечо. Вакцина лежит в морозилке. Дальше мы ждем, достаем, ждем, когда она разморозится. Далее, когда она разморозится, мы уже непосредственно прививаем людей. Мы потом записываем данные и сдаем. И все это вводится в базу федеральную. Наталья Паняева работает в организации менеджером отдела логистики. Она одна из первых, кто согласился привиться. И на то у нее веские причины. У меня маленький ребенок, у меня годовалый ребенок. Поэтому у меня пожилые родители, которые тоже уже сделали прививку. Ну и как ощущения первые? Ничего не чувствую. Все в порядке. В компании «Албис», которая занимается производством строительных материалов, трудится порядка полутора тысяч человек. Первых добровольцев, которые получат вакцину в этот визит медиков, чуть больше 30. Но руководство планирует, что прививки будут проходить на постоянной основе. Уководством компании, и так как все-таки мы городообразующее предприятие, было принято решение посотрудничать с Витненской больницей. Она нам предложила вакцинацию для наших сотрудников, потому что большинство сотрудников все-таки это видновчане. Многие боятся, многие не понимают, зачем это нужно. Поэтому я думаю, что это будет еще не раз и не два. Для прививки второй дозы вакцины, которая вводится через три недели, медики вновь приедут в организацию. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Этого события новоселы Ермолинской-20 ждали с 2018 года, когда по обещаниям застройщика должны были сдать дом. Проблема получила резонанс областного масштаба. И вот, благодаря слаженным действиям администрации Ленинского городского округа, на днях собственники смогли получить долгожданные ключи. Подробности в репортаже Юлии Погосян. У Дианы Никольской начинается, пожалуй, самый приятный этап приобретения квартиры. За три с половиной года, пока она ждала ключи от нового жилья, у девушки накопилась масса идей по ремонту, которые теперь, наконец, можно воплощать в жизнь. Я приобретала квартиру для себя. Здесь уже в этом же жилом комплексе покупала квартиру для мамы. Поэтому хотели жить вместе, недалеко друг от друга. Тем более, что очень хороший район, очень зеленый. К этому моменту он уже такой достаточно обустроенный. Прекрасное расположение дома. Очень свободная планировка. Поэтому очень хотелось им на квартиру в этом доме. Поэтому, наконец-то. Просто сейчас такое счастье, пока его даже еще не осознаем. Этот дом на Ермолинской 20, что в шестом микрорайоне города видное, застройщик должен был сдать еще в 2018 году. Но, как это бывает, у компании начались проблемы. Не хватило денег. Тем временем, собственники терпеливо ждали, когда же эта черная полоса закончится. К ситуации подключилась местная власть. Благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа, люди, наконец, начали получать долгожданные ключи. Работа не останавливается. У нас есть еще несколько объектов. Это ЖК Булатникова. По пяти из 15 корпусов работы завершены. Получен ЗОС. И мы ждем со дня на день буквально разрешение на ВОД. Тоже сможем порадовать дольщиков. По 10 корпусам понятен источник финансирования. И в этом 2021 году тоже продолжим их достройку. Ну и плюс ко всему, наверняка, знаете, удалось двинуть по проблеме решения в новой развилке. Там сейчас ведутся работы. Понятен инвестор. Подтверждено финансирование. Несмотря на финансовые проблемы застройщика, многоквартирный дом выполнен в соответствии со всеми стандартами качества. В нем 5 подъездов и 450 квартир. На 100% готовность дома. Людям остается только произвести ремонты в своих квартирах и жить счастливо. У дома очень удобное расположение. Рядом автобусная остановка и недавно открывшийся выезд из микрорайона. Во дворе современная детская площадка. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно. Выставочные залы историко-культурного центра никогда не пустуют. Сотрудники учреждения приглашают разных авторов, но в приоритете, конечно, земляки. Сейчас видновчане и гости города могут увидеть картины художницы и преподавателя детской школы искусств Оксаны Асеевой. На торжественном открытии экспозиции под названием «В поисках гармонии» побывала и наша съемочная группа. Это уже третья по счету персональная выставка картин художницы Оксаны Асеевой. На ней представлено 105 полотен автора. Натюрморты, пейзажи, портреты, фантазийные композиции. Все работы выполнены маслом. Фантазийные – это, наверное, какие-то сны. Вот вы знаете, кошмары мне не снятся. Мне даже удивительно. Люди рассказывают иногда. Нет, а вот что-то такое космическое. И вот иногда пытаюсь это тоже написать. Оксана Асеева выросла в творческой семье. Ее двоюродная бабушка – профессиональный художник. Но сама Оксана начала заниматься живописью только в 20 лет. Запах красок. И мне всегда казалось, что я не могу. А они вот художники. Я то, что я маленькая, а не взрослый профессионал. Я просто вот не догоняла лет до 20. В настоящее время Оксана Асеева работает в детской школе искусств города Видное. На торжественном открытии выставки в историко-культурном центре присутствовали ее коллеги. У вас светлые такие работы. И ваш светлый взгляд на мир, он прямо вот передается и лучится из ваших работ. Вот я зашла и сразу посмотрела, говорю, как замечательно, какая женственная живопись. Дочь художницы Алина рассказывает, вдохновение к маме приходит порой неожиданно. Она старается успеть запечатлеть меняющееся состояние природы. Все эмоции от одной из поездок в Бахчисарай также были отображены на холстах. Она может сидеть часами, не есть, не пить, просто рисовать. Ее это вдохновляет. Она может просто идти на улицу и увидеть там какое-то дерево, которое ей кажется очень красивым. Стоять, смотреть, с какой стороны его лучше нарисовать, как оно будет выглядеть на картине. Оксана признается, что работа над произведением может занимать от двух часов до нескольких лет. На многих картинах изображена старая часть города Видное, которая особенно близка Оксане. Школьная 39, я в 41-м из моего окна и все время пишу 39-й дом. Там красиво. У них то деревец какой-то вырастет, то сарайчик живописный. Вид из окна художница называет главным источником вдохновения. Где деревянный человечек на подоконнике, кисти, ракушка и вот этот дом, который из окна. То есть у меня даже этот деревянный манекен все время смотрит на этот красивый дом. Вот это старое, видное, с коттеджами. Прямо, конечно, обожаемая часть города. Стоит отметить, что это первая экспозиция в центре после снятия ограничений. Посетить выставку может любой желающий с соблюдением всех санитарных правил. Выставка Оксаны Асеевой, она очень женственная, она очень теплая. Очень много цветов, морских пейзажей. Это как раз то, что не хватает сейчас нам в зимние, пасмурные, холодные дни. Выставка Оксаны Асеевой в поисках гармонии будет работать до 16 февраля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видновском дворце спорта прошел необычный мастер-класс по настольным играм народов мира. Члены районного отделения Всероссийского общества инвалидов узнали, что такое шаффлборд, поиграли в кульбутто и джакало. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. В дворце спорта Видное уже третий год существует спортивный клуб, где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно сюда руководитель районного отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина привезла настольные игры, которые появились у организации благодаря благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Были приобретены вот эти замечательные четыре игры. Дворец спорта любезно согласились проводить здесь и соревнования, можно проводить, и занятия с этими играми можно проводить. И поэтому эти игры будут находиться во дворце спорта, и в них могут играть не только люди с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет абсолютно на равных условиях людям и с ограничениями, и без, играть в одни и те же игры, чувствовать себя на одинаковом уровне, то, к чему мы все время стремимся. Приобретенные настольные и напольные игры народов мира, джакала, шаффлборд, кульбута и корнхолл пока еще не так широко известны, как, скажем, классические шахматы. Поэтому для знакомства с ними был организован мастер-класс. Эти игры, они доступны для всех возрастов, для всех людей практически. И главное, они доступны для людей с инвалидностью, с разными заболеваниями. Как бы это доступная такая форма реабилитации, адаптации людей. В мастер-классе приняли участие 25 членов районного отделения Всероссийского общества инвалидов самых разных возрастов. Все участники довольно быстро разобрались с правилами и с азартом приступили к играм. Десятилетнему Ване Швабу больше всего понравился шаффлборд. Главное, чтобы попасть в цель и в цифры. Если ты попадешь в цифры, то одну фишку ты можешь запускать, но сильнее чуть-чуть. Александр Павлович Тресунов, вчера отметивший 86-й день рождения, с удовольствием поиграл во все игры. Большое удовольствие получил. И ко всем пенсионерам хочу обратиться. Чтобы дома не сидеть, а вот сюда. Я уже помолодел здесь года нации. Настольные спортивные игры народов мира с каждым годом становятся все популярнее в нашей стране. Уже по многим из них проводятся чемпионаты и турниры, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мастер-класса было решено организовать две команды – детскую и взрослую, которые бы после тренировок могли отправиться защищать честь муниципалитета на соревнованиях. В завершении мероприятия все участники получили памятные подарки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Вот это здорово! Вот это класс! Роскошные наряды, потрясающая музыка и душевная обстановка. В Видном прошел двухдневный танцевальный турнир всероссийского уровня. Чемпионат сумел собрать многих звезд танцевального мира. Приехали более 800 пар. Екатерина Коваленко побывала на этом незабываемом празднике. Дамы в колье, кавалеры во фраках. В Дворце спорта Видное проходит всероссийский танцевальный турнир. Настоящий праздник спорта, красоты и молодости. На два дня наш город превратился в танцевальную столицу страны. Кубок главы Ленинского округа проводится уже 10 лет. Но в этом году у турнира впервые всероссийский уровень. Почти 800 пар профессиональных спортсменов вышли на паркет Дворца спорта Видное. Нам федерация стационального спорта предоставила возможность, чтобы мы провели большого ранга турнир. Нам предложили, потому что уже знает федерация этот зал, потому что мы уже 10 лет проводим. И нам дали возможность провести здесь всероссийские соревнования. Позади бесчисленные репетиции и прогоны. Каждый взмах, жест, поворот отточены до совершенства. Танцуют все с утра и до вечера. Все возрастные группы и классы спортсменов. В программе чемпионата латиноамериканская программа самба, румба, джаев, ча-ча-ча. И европейская вальс, танго, квик-степ, медленный фокстрот. Виктория Утенкова и Азат Малаханов из танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» в паре всего год. Но за плечами уже немало достижений и наград. Ребята признаются, что секрет успеха, помимо высокого уровня мастерства, это дружба. Самое главное в паре – это взаимопонимание, взаимопомощь. Только так можно достичь самых высоких вершин. И, конечно же, это поддержка. А еще дома и родные стены помогают. Так считает видновчанка Арина Тупкала. Юная танцовщица, также выступающая за «Звездный вальс». В дуэте с Романом Хамитовым всегда с радостью выходит на паркет Дворца спорта. В домашней обстановке танцевать намного приятнее и привычнее. И, несомненно, даже несмотря на то, что очень мало зрителей, очень много одноклубников поддерживают. Некоторые родители все-таки смогли прийти. И это тоже, конечно, очень грей души. Танцевать намного приятнее. А вот трехкратные чемпионы мира София Филипчук и Ярослав Киселев видны впервые. Именитые танцоры приятно удивлены организацией турнира. Паркет хороший. И я смотрю, да, есть даже освещение хорошее, что вообще прекрасно. Зрители, сопровождающие тоже есть, что, ну, как бы, есть такая атмосфера танцевальная. Ну, уровень участников высокий достаточно. То есть слабых пар нету. Все сильные приехали сюда. Завершился двухдневный танцевальный праздник вручением заслуженных медалей и кубков. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.